С нового класса, врачевого выбора, и для моря червеса. Представляем вашему вниманию доклад на тему Александра Николая Александровича Бердяева. Начать доклад хотелось безуслов Николая Александровича Бердяева. Мне пришлось жить в катастрофическом, или в моей родине, или в всего мира. В моих глазах улучшили целые миры, и возникали новые. Я мог наблюдать и обучая на приватных человеческих судей. Я видел трансформации, приспособления и измену людей. И это может быть в самой тяжелой жизни. Из испытаний, которые мне пришлось прижить, я принес в первую, что меня применила лишь сила и допускала погибнуть. Эпохи страны, полными событиями и изменениями, принято считать интересными и значительными. Но это не более несчастные и страдающие. Для отдельных людей, для целых поколений. Чем же прослался этот человек? Мы попытались выделить основные идеи вопроса. Николай Александрович Бердяев, русский религиозный и политический флософ. Был в 7 раз на мир, но на русском времене в ходе церкви. Бердяев родился Николай Александрович Бердяев 18 марта 1874 года. В имени Оглова Киевской бюджетной. Принадлежал брянской семье Бердяев, известный своими традициями офицерского службы. Его отец, офицер Ковнинград Александр Михайлович, сын генерал-мейтенанта, был киевским ежедневным предводителем брянства, позже председатель управления Киевского земляного банка. Мать Алина Сергеевна, урожденная к дружбе Мудашеву, была прамочкой предприятия Виктории Котовской. Бердяев воспитывался дома, затем в Киевском кадетском корпусе. В 6-м классе оставил корпус и начал готовиться к экзаменам на аттестанции Лиоси для поступления в Мудашетер. По его словам, тогда же у меня явилось желание сделаться профессором философии. Поступил на естественный факультет Киевского университета через год на юридический. Участвовал во многих начинаниях культурной жизни Серебряного века. Вначале вращаясь в литературных кругах Петербурга, потом принимая участие в деятельности религиозно-философского общества в Москве. После революции от 1917 года Бердяев основал Вольную академию духовной литературы, просуществовавшую 3 года. В 1920 году историко-филогический факультет Московского университета избил Николай Бердяев профессора. В 1924 году он приехал в Париж. Там в последние годы жил полный до самой смерти. Принимал самую активную часть в работе русского судейского петербурга. Являлся одним из главных юридиологов. Николай Бердяев его написал и печатался. В 1925-1940 годы был редактором журнала о русской религиозной мастер-пусти. Проблемы, которые проходят через его творчество. Проблемы человека, проблемы свободы, проблемы творчества. Центральной темой его работ является человек. Человек представляет собой таинственный мир огромных бесконечных сил. Человек и вечно страница к свободе. Проблемы свободы у Бердяева тесно связаны с проблемой нравственности, ответственности человека перед самим собой за свой зубой, перед обществом, перед Богом. Свобода, по мнению философа, предполагает ухожение к личности, признание ее прав. Поэтому она должна быть тесно связана с дисциплиной, самообладанием и самоотраничением, совместимой со злым и бессилием. Человек призван в творческой работе, к тому, чтобы совершенствовать мир и продолжать его творение. Творчество должно охватывать все сферы деятельности человека, способные духовному возрождению. Умер Николай Бердяев в 1948 году за письмом столовом в своем рабочем кабинете, в доме, в Кламаре, от ритрова сердца. За две недели до смерти он уже успел замечать книгу «Царство Духа» и «Царство Кесаря». У него содержал уже новый план книги, написать, которую он не успел. Похоронен в Кламаре на дону кладбище Буатор-Дио. Значимость философского творчества Бердяева в том, что он превоспросил и обосновал надею самосовершенствования человека в себя и окружающего периода мира. Для подготовки докладу мы используем следующие электронные источники. Спасибо.